Здарова всем! В прошлом видео по броне я говорил, что в этом расскажу немножко поподробнее про медицину, но в целом я подумал, что очень многие моменты там интуитивно понятны и вы можете самостоятельно с ними разобраться очень быстро, так что мы сегодня затронем эту тему, но поверхностно, а по большей части поговорим о различных фишечках. Продолжение следует... Мне кажется, иван... Нет, он жив, он жив. Сейчас я... Какой бы мне налтынно? Убил его, да. Не знаю, может... Да? Да, нормально. Я сейчас дожму второго. Мы немного отвлеклись, я в целом немножко не об этой медицине хотел поговорить. Так, но вообще давайте начнем с менеджмента инвентаря. Сегодня у нас по большей части видео будет посвящено тому, как вы можете экономить на свое время в рейдах. Так вот, значит, касаемо лутинга. Не многие знают о существовании футкеев, которые позволяют вам перемещать предметы, не перетаскивая их вручную. Вот, мне понадобится ассистент, чтобы вам все это показать. Вот, Сергей любезно согласился помочь, попросил только не будить его. Итак, в целом, тут все просто. Сочетание клавиш Ctrl плюс левая кнопка мыши перемещает предметы из контейнеров к вам в инвентарь согласно приоритетам. То есть, если это, допустим, граната, то она поместится либо в карманы, либо в разгрузку. Вот, если это какие-то предметы бартера или медикаменты, то они падают в рюкзак. Какие-то ценные предметы, соответственно, будут перемещаться сразу в контейнер к вам. Ну, это касается денег и, возможно, ключей. Не уверен. Следующее сочетание клавиш это Alt плюс левая кнопка мыши. Также достаточно полезная, так как позволяет перемещать элементы снаряжения сразу в слот персонажа. То есть, это может быть как броня, так и оружие. Также есть еще хот-кейн на быстрое выбрасывание предметов. Это Delete. Еще достаточно полезная фишка при лутинге. Так это то, что вы можете перемещать предметы, не перекладывая их непосредственно в слот, а просто перемещая на иконку вашего снаряжения. Это достаточно удобно, особенно в ситуациях, когда вам необходимо перевернуть предмет и таким образом вы не тратите время на лишнее действие. Переворачивать предметы, кстати, при перетаскивании на нажатие R. Также в последнее время замечаю, что стало модно оттаскать с собой кейс для магазинов, особенно на лабораторию. В целом это достаточно удобно. Лично я таким не пользуюсь, но если вы вдруг решились на что-то подобное, то вместо того, чтобы перемещать магазины руками, вы можете их быстро перемещать в разгрузку с сочетанием клавиш Ctrl и LKM. Это также работает и в своем инвентаре. Так, ну а дальше тогда поговорим все-таки уже о медицине, как я и обещал когда-то, да? Правда, не так объемно. Итак, в целом, главные моменты, которые вам нужно понимать, это то, что не все аптечки за одно использование могут вылечить вашу конечность полностью. То есть, например, iFac и i2, аптечки, которые занимают по одному слоту, они отхиливают только 50 хп за одно применение, что зачастую бывает недостаточно для полного восстановления. В этом плане хороши такие аптечки, как Салева и Гризли. Плюс они имеют свои специфические плюсы. Например, Салева используется достаточно тихо, в отличие от iFac, так как она не имеет молнии. И ее не так далеко слышно. А Гризли хороша тем, что помимо кровотечения, а также за одно использование может устранить и перелом. Что бывает достаточно полезно, например, при игре на том же заводе. Когда у вас просто нет времени сначала мотаться iFac, потом доставать вазелин, использовать его. Иногда просто бывает полезно один раз использовать Гризли и все, дальше вступить в бой. И также тут есть еще одна менее очевидная механика. Это лечение с использованием отмены анимации. Если вы не знали, вы можете отменять прием медикаментов на правую или левую кнопку. Я лично отменяю на правую кнопку мыши, так как удобнее. И отсутствует возможность совершить случайный выстрел, допустим, своего тиммейта, если вы сидите друг напротив друга. Объясню, зачем нужна отмена анимации. Покажу это на примере аптечки Гризли, но в принципе это работает со всеми, даже с iFac. Допустим, вам нужно вылечить все ваши конечности. И использование аптечки продолжается достаточно долго. Как вы видите, нога уже восстановлена, но при этом анимация все еще воспроизводится. Нет смысла ждать до конца. То есть вы начинаете использовать аптечку, дожидаетесь восстановления, отменяете анимацию. Используете еще раз, отменяете анимацию. Снова. Отмена анимации. Это позволяет достаточно сильно ускорить восстановление в бою. Ну что, опять же, нередко лично мне спасала жизнь. Третий блок в нашем сегодняшнем видео, это тоже фишечки с анимацией, но уже все, что касается оружия. Итак, начнем мы, пожалуй, с бросков гранат. Я не могу сказать, что это прям упер полезная фишка, но в целом иногда я ее использую. Очень-очень редко, в основном с какими-нибудь ботами на лаборатории. Но все еще, возможно, вы найдете ей гораздо лучшее применение. Итак, все мы знаем, в принципе, о существовании стрельбы вслепую в Таркере. То есть это использование клавиш Alt плюс S и Alt плюс W. Вот, но суть просто в том, что такую фишку можно проворачивать и с гранатами. То есть, как вы видите, граната пролетает дальше. Я сейчас стою на месте, поднимаю мышку максимально вверх. И просто для наглядности покажу вам обычный бросок, без использования этой анимации. Как вы видите, вы не можете перекинуть гранату таким образом, через укрытие. Вам нужно будет либо отползать дальше, либо использовать уже все-таки стрельбу вслепую. Делается это все достаточно просто. Вам нужно зомбинить на хот-кей вашу гранату. Выбираете направление для слепой стрельбы. В этот момент достаете гранату. И просто бросаете ее. Вообще, я хотел также еще рассказать о такой фишке, как прерывание полной анимации и перезарядки на штурмовых винтовках. Но все дело в том, что на момент написания сценария эта фишка работала, буквально несколько дней назад. А на момент записи видео она уже не работает. Не знаю, у меня такое ощущение, что кто-то за мной следит. Но думаю, мне кажется. Но да ладно. В таком случае, я не оставлю вас все-таки без ничего. И расскажу о прерывании анимации и перезарядки на дробовиках. Потому что на своих стримах иногда я все-таки сталкиваюсь с подобными вопросами. Дело в том, что по одиночному нажатию прерывание не работает почему-то. Не знаю, возможно это тоже баг. Хотелось бы, чтобы его тоже пофиксили. А в любом случае, работает это с многократным нажатием. Допустим, мы зарядили 3 патрона. Нажимаем ЛКМ. И все. Перезарядка прервана. Зачастую, конечно, происходит случайный выстрел. Потому что я не могу попадать в тайминги. И приходится просто немного раскликать. Но опять же, если вы много играете с дробовиками, потренируйтесь. Возможно, у вас будет получаться лучше. Как видите, я отстрелил один патрон. И могу зарядить еще больше одного. Скажем так, что свидетельствует о том, что магазин я зарядил не до конца. И анимация была прервана. Ну а на этом, пожалуй, все. Если я что-нибудь наскребу интересное на следующее видео, то у нас будет новая часть такого, скажем так, гайда. Ну а если нет, то мы что-нибудь другое интересное придумаем. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok